В Петропавловске заместитель премьер-министра Бердебек Сапарбаев посетил музейный комплекс резиденции Аблайхана и принял участие в международной научно-практической конференции, посвященной 550-летию казахского ханства. Подробнее об этом в материале нашего корреспондента. Заместителя премьер-министра страны Бердебека Сапарбаева и Акима области Ерика Султанова встречают в музейном комплексе Аблайхана. Это одна из главных достопримечательностей Петропавловска. Здесь свято хранится история становления казахского ханства и жизни великого правителя. Экскурсия началась с рассказа о самом здании музея. Ему уже около двух веков. Само здание было построено в 1829 году как военный лазарет. Затем на этом месте была постройка и конструкция как резидента. Резиденция Аблайхана это уже было в 2005 году. Вошло в программу культурное наследие и государственного бюджета было выделено 606 миллионов тенге, чтобы восстановить это здание. Здесь постарались воссоздать все строения резиденции. Трудились больше трех лет, восстанавливали по старинным документам. С 2008 года это визитная карточка нашего города. Теперь Бердебек Сапарбаев и Ерик Султанов переходят в следующий зал, который посвящен детству Аблая. Как начался его путь восхождения на трон? С какими государствами вел дипломатические отношения? Экскурсовод оперирует историческими фактами и событиями. Гости интересуются, задают вопросы. А вот в покое Аблая тронный зал. Здесь вниманию Бердебека Сапарбаева и Ерика Султанова представили удивительные предметы быта тех времен. Экскурсия оставила яркие впечатления. Об этом заместитель премьер-министра Бердебек Сапарбаев написал в гостевой книге. Подробно о пути становления страны казахского ханства до независимого государства длиной в 550 лет говорили в СКГУ имени Монаша Козыбаева. Здесь с участием заместителя премьер-министра республики Казахстан Бердебека Сапарбаева и Акима области Ерика Султанова прошла международная конференция. До начала небольшая экскурсия. Предметы быта, колесница, посуда казахов. Выставку экспонатов представили члены студенческого центра археологии. О своей работе они рассказали гостям. Вот то, что вы видите, это не находки. Это сделаны по археологическим находкам, сделаны нашими студентами, школьниками реконструкции. То есть это не подлинные экспонаты, не древние. Но таким образом мы восстанавливаем образ жизни, образ хозяйствования древних племен. В зале гостей и участников конференции приветствовал Бердебек Сапарбаев. Он рассказал о том, как страна в этом году отмечает знаменательные даты и какое они имеют значение для казахстанцев. Многие торжества уже позади. 550-летие казахского ханства жители республики отметят в середине сентября. Казахское ханство образовалось не вчера, не позавчера. Оно имеет свою длительную, тяжелую историю. Об этом пишут наши ученые, писатели. Президент обратился к народу Казахстана, что этот праздник должны отмечать все казахстанцы, которые проживают на территории нашей страны. Потому что у нас единая задача, единая цель. О значимости истории в выступлении главы региона Ерик Султанов отметил, что события прошлых лет – основа успешного будущего и гарантия реализации идеи президента Вангелик Ель. 550-летие казахского ханства – важнейшее историческое событие для всех казахстанцев. Эта дата не только наше прошлое, это дата – фундамент нашего настоящего. Воплощение исторической, культурной идентичности нашего народа. Тысячелетиями богатая казахстанская земля была местом, где пересекались разные культуры и цивилизации. Здесь освоено огромное пространство евразийской сепи, создана самопытная материальная духовная культура. После слова взяли профессора и доктора исторических наук. Они съехали со всего Казахстана. Участие в конференции приняли и коллеги из России. Директор научно-образовательного центра евразийских исследований Южноуральского государственного университета Александр Таиров поделился со слушателями результатами своих исследований истории жизни кочевников Южного Урала и Северного Казахстана. Говорил об их роли в становлении России и Казахстана. Урала казахстанские степи, занимая центральную часть Великого полиса степей, они во все эпохи являлись связующим звеном, такой контактной зоной между западной и восточными частями Евразии. Главенствующее положение центрально-казахстанских племен основывалось на контроле за источниками цветного металла, медными месторождениями региона, разработка которых началась еще в эпоху бронзы. Ханкельды Абжанов из Алматы на конференцию приехал с докладом о предпосылках и предыстории казахского ханства. По мнению ученого, путь становления нашей страны был нелегок, однако казахи все же отстояли свое государство. До появления казахского ханства на древней казахской земле было не менее 20 государств тюркских, начиная от сахского пекета. Казахское ханство вобрало в себя самые лучшие, конкурентоспособные, прогрессивные черты и качества всех государств. Путь сложный, противоречивый. Самое главное, пройдя этот путь, Казахстан, казахский народ стал конкурентоспособным народом. Именно конкурентоспособным нашего народа. На конференции выступили 9 докладчиков. В завершении участники обменялись мнениями. Они солидарны в том, что историю необходимо помнить. Важно, чтобы о ней знала и молодежь, ведь без понимания прошлого нет будущего.